Свяки, друзья! Всех приветствую на канале! Не так давно мы ездили в Польшу, и пока мои воспоминания свежие, я бы хотела сравнить Литву с Польшей. Мы ездили в Варшаву, и пока я делюсь с вами своими впечатлениями и сравниваю Литву с Польшей, предлагаю вам насладиться красивыми кадрами из Варшавы. Когда мы только перестекли границу Литва-Польша, то первое, что бросилось в глаза, это дорожные знаки. Просто я не ожидала, что дорожные знаки будут отличаться. К примеру, в Литве мы привыкли, что дорожные знаки на синим фоне, а в Польше сразу мы увидели дорожные знаки на зеленом фоне. И после поездки в Польшу я думала, что только там такое, но дома в Википедии я прочитала, что оказывается во всех странах Европейского Союза есть небольшие различия в этих знаках. Оказывается, несмотря на то, что европейские страны приняли Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах, все равно есть незначительные различия. К примеру, используют разный шрифт на знаках, но это, я бы сказала, мелочь, это ни на что не влияет. Также некоторые страны используют местный язык на знаках. К примеру, в Польше мы увидели вот такой знак. Такой знак был и в городе, и также на трассах, только там был знак олени, и внизу написано конец. Конкретно этот знак, я так понимаю, обозначает конец парковки. В Литве таких знаков нет, поэтому эти знаки меня очень удивили. Лично мы, прочитав конец по-польски, мы поняли, что это такое. Но если будет ехать немец или итальянец, он же не поймет, что написано на знаке. Здесь я имею в виду не о временных знаках, а о постоянных знаках, которые на трассах, на дорогах. Также разные страны используют различные цветовые схемы. В Литве знаки на дорогах на синем фоне, как я уже и сказала, а когда мы заехали в Польшу, они там были на зеленом фоне. Также в Польше знак «Уступи дорогу» имеет желтый фон. Но в принципе цвет не имеет сильного значения, потому что если ты знаешь сам знак, то неважно, каким он будет цветом. И как я уже сказала, оказывается, во всех странах Европы есть небольшие различия в знаках. Меня это, если честно, очень сильно удивляет. Отличия, конечно, незначительные, и если ты давно за рулем, то вообще не обратишь на это внимания. Но когда ты с этим сталкиваешься в первый раз, к примеру, при пересечении границы, тебя это немного путает. Но лично мое мнение такое, что знаки, по крайней мере, в странах Европейского Союза должны быть едины, чтобы человек по знакам не мог определить, в какой стране Евросоюза он находится. Когда мы ехали в Польше по магистрали, то увидели большое количество новых дорог, которые в данный момент устроятся. Польша, конечно же, по населению намного больше, чем Литва, и, естественно, нам там нужно больше магистралей и больше таких скоростных дорог. По поводу качества дорог в Польше они очень хорошие, особенно магистраль, там, где необходимо ехать за большой скоростью. По Литве мы много где ездили, в разных частях Литвы, и можем сказать, что в Литве в некоторых частях очень хорошие дороги, междеревенские, межгородские, но в некоторых частях есть дороги не очень. К примеру, когда мы ездили в город Висагенос в Литве, то дорога возле этого города в плохом состоянии. Также, когда мы из города Эщишкис выезжали, то там тоже дорога не очень была хорошая. Поэтому, исходя из большого опыта дорог по Литве, скажу, что в Литве есть местами хорошие дороги, а вот, как я уже и сказала, местами есть не очень хорошие дороги, которые требуют ремонта. В Польшу же мы поехали только по одной дороге из Алитуса в Варшаву, там не было платных дорог, все дороги были бесплатные. И качество дорог в Польше по этому маршруту мне понравилось. В Варшаве в основном мы были в центре и в старом городе, гуляли по нему, и, конечно же, в Варшаву лучше приезжать в теплое время года, когда лето, когда зелено и красиво. Но скажу, что здесь красиво, конечно же, не только в летнюю погоду, зимой тоже красиво, но прохладно. Когда мы гуляли по старому городу Варшаве, то было такое ощущение, что ты находишься в старом городе Вильнюсе. Очень похожие здания и похожая архитектура. И такие же небольшие улочки в старом городе. Везде хорошие тротуары, есть велодорожки по городу. Старый город Варшаве мне безумно понравился. И, конечно же, мне нравится старый город Вильнюсе. И в Варшаву нужно приезжать на несколько дней, чтобы все разглядеть и посмотреть весь город. Поэтому, конечно же, я надеюсь, что мы еще туда вернемся и совсем в другое время года. Также в Варшаве, как и Вильнюсе, мы можем наблюдать три эпохи. Это старый город, где безумно красивая архитектура. Вторая эпоха – это советские панельки, которые, если честно, на мой взгляд, и в Вильнюсе, и в Варшаве портят внешний вид города. И третья эпоха – современная – это бизнес-центры, которые есть и в Вильнюсе, и в Варшаве. Это современные высотки, в которых находятся офисы, банки. Я часто на канале вижу такие комментарии, что многим людям нравится сочетание всех трех эпох в Вильнюсе. И думаю, что найдутся люди, которым также будет нравиться это и в Варшаве. Но лично мое мнение, как я уже сказала, мне нравится только старый город и бизнес-центры, которые сейчас строятся в современном мире. Ну а все эти старые панельки, которые есть и в Литве, и в Польше, и в крупных городах, конечно, хотелось бы, чтобы их отремонтировали, и они не были серыми. В Литве есть реновация этих домов, и в Польше тоже есть реновация. Но недавно я в новостях прочитала, что в Литве хотят их полностью сносить. Об этом пока ведутся разговоры, но идеи есть. Не знаю, одобрят ли такие идеи и будут ли они воплощены в реальность, но идея такова. Да, советскую пятиэтажку будут полностью сносить и строить на этом же месте, к примеру, дом 12-этажный. И все люди, которые жили в этой пятиэтажке, они получат квартиры в этом новом доме совершенно бесплатно. Ну а за счет дополнительных этажей строительная компания продаст новые квартиры в этом же доме и получит прибыль. И благодаря этому жители могут получить бесплатные квартиры только в новом доме. Есть такие идеи, есть такие разговоры в Литве, не знаю, будут ли они приняты и воплотят ли это все в реальность. По поводу погоды скажу, что в принципе страны находятся очень рядом друг с другом, поэтому отличия в погоде я не заметила. Конечно, может быть в какой-то другой части Польши погода будет отличаться от литовской, но именно погода в Варшаве была такая же, как и в Литве. Так как скоро уже Рождество, то в Варшаве установили елочку и вы можете посмотреть, как красиво она выглядит. Машину в Польше мы припарковали около бизнес-центров и пошли гулять в старый город. Парковка тоже платная, как и в Вильнюсе, но она была дешевле, чем в Вильнюсе. Когда мы на машине ехали в Варшаву, то мы делали остановки, так как это было еще очень рано, то мы заходили кушать в Макдональдс. И цены в Макдональдсе такие же, как и в Макдональдсе в Литве. Различия цен здесь я не увидела, но когда мы уже были в самой Варшаве, то там мы в обед тоже кушали. Зашли мы в один из бизнес-центров и там была столовая, но внешний вид столовой был очень хороший, она выглядела как кафе, а не как столовая. И скажу, что цена в столовой показалась дешевле, чем в Литве. Когда мы по старому городу гуляли, то на площади купили горячий Глентвейн безалкогольный, и его цена была около 5 евро. И потом, когда мы уже были в Литве, то я прочитала в новостях, что в Литве люди жаловались журналистам, что в центре Вильнюса дорого продают Глентвейны. И цена была тоже указана около 5 евро. Поэтому здесь я скажу, что цены в Вильнюсе и в Варшаве одинаковые. Когда мы уезжали из Польши обратно в Литву, то мы зашли в магазин продуктовый. Мне было интересно лично посмотреть, насколько там дешевле цены, потому что об этом всегда говорят, что многие люди из Литвы едут за товарами, за продуктами в Польшу. Мы в магазин в Польшу зашли не совсем в приграничном городке, а от литовской границы примерно 100 километров. Магазин назывался Бедронка. И что меня самое сильно удивило, когда мы только зашли в магазин, это то, что там есть акции на алкоголь. В Литве нет акций на алкоголь. И также я узнала, что в Польше нет ограничений по времени продажи. Если честно, мое мнение, что скидка на алкоголь это не очень хорошо. Когда магазины устанавливают скидки на какие-то товары или продукты, то хотят, чтобы люди их купили. Скидка это завлечение, поэтому когда я вижу скидку на алкоголь, то у меня возникает ощущение, что хотят, чтобы я купила алкоголь, меня завлекают скидкой. И создается впечатление, что людей хотят споить. Но это только лично мое мнение, и мне не очень понравилось, что есть скидка на алкоголь. Напишите свое мнение, как вы считаете, правильно, что есть скидки на алкоголь или неправильно. Мы в магазине купили небольшое количество продуктов, только то, что нам нужно было в ближайшие несколько дней. Но уже дома по чеку я перевела и посмотрела, сколько у нас стоят те же товары. К примеру, шоколадка Милка 300 грамм. У нас она в Литве стоит 3 евро 99 центов. В Польше мы ее купили за 2 евро 54 цента. Взяли еще вот такой шоколад. У нас в Литве он стоит 1 евро 78 центов. В Польше он стоил 1 евро 28 центов. В Польше еще была вот такая зубная паста по скидкам. У нас она стоит без скидки 6 евро 59 центов. Там я такую пасту купила за 3 евро 31 цент по скидке. Это то, что мы взяли из одинаковых брендов, что есть у нас и что есть в Польше. И также, друзья, посмотрите, как я уже и говорила, в Польше на алкоголь есть скидка. И, к примеру, я увидела, что полтора литра виски Jack Daniels у них стоит так же, как у нас 1 литр в Литве. Также в Польше мы еще взяли польский сыр и копченую колбасу. Но скажу честно, когда дома мы поели, нам не очень понравилась и колбаса, и сыр. Я думаю, чтобы взять хороший сыр или колбасу в Польше, нужно советоваться с местными жителями, узнавать у них, какая колбаса и какой сыр является хорошим, качественным. Когда я уже дома потом пересчитала злоты на евро, я скажу, что не заметила какую-то прям большую разницу. Поэтому я и убедилась в своих словах, как я и раньше говорила, из Литвы выгодно ездить в Польшу за продуктами только в том случае, если ты живешь на границе с Польшей. Когда тебе нет разницы ехать несколько километров в Литве, в какой-то крупный город, купить продукты, либо в Польшу. Тем людям, да, им выгодно ездить в Польшу, но если ты живешь подальше от границы, то смысла нет. Насчет топлива скажу, что в Польше топливо дешевле, чем в Литве. В тот день, когда мы ездили в Польшу, то цена на дизель в Литве был 1,8 евро. В Польше, если пересчитать злоты на евро, то был 1,6. Гуляя по Варшаве, увидели вот такой рынок с интересной архитектурой. И мне кажется, что он очень сильно похож на рынок в Вильнюсе. Напишите обязательно в комментариях, похож ли он архитектурой или нет. В целом, хочу сказать, что поездка в Польшу мне понравилась и Варшава мне тоже очень понравилась. Надеюсь, что я еще сюда приеду. У меня на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жду вашего мнения в комментариях. У меня на этом все. Висогяру ики.